Поехали начать запись. Так, ну, трансляция между тем, ночевай с вами, Боэдрандер и Вадим Ноунейм Арефьев. Мы смотрим очередную игру команды Сил Света против команды Сил Тьмы. Сейчас я тебя буду называть. Ладно, как скажешь. Это значит имя из пяти имел. Ладно, как скажешь. Как скажешь. Но вот сейчас, сейчас, трансляция игры команды Сил Света против команды Сил Тьмы. Пики, вы можете видеть у себя на экране. Ну и смотрим мы, собственно, сначала на пик команды Сил Света. Инвокер, Свен, Элдер Тайтан, Вич Доктор. Что ты по этому поводу можешь сказать, Вадим? Я могу сказать, что это Инвокер, Элдер Тайтан, Вич Доктор и Свен. Это четыре крайне сильных героя. Я думаю, ты скажешь что-нибудь. Они же такое банальное. Это совсем не банальщина. Это 80% пика команды Радиантов. Ну... И ты не согласен. Да, я согласен. С математикой у тебя проблемы нет. Четыре отличных героя. К ним сейчас залетит еще пятый, такой же отличный герой. Ну, такой же, кроме этих четырех, само собой. Я не знаю, ты что-то рофлишь. Чувак, ты что-то рофлишь. Ну, я имею в виду, ну, Вич Доктор. Это хорошие каски, там, Маледикт, все дела. Есть много физического урона. Свен, который тоже самое, это готов выдавать. Быстрый фармил. Он что-то, знаешь, что не лежит на поверхности. Что-то, что, казалось бы, могло быть интересным нашим слушателям и смотрителям. А ты рассказываешь то, что известно и так всем. Это не то, что необходимо. Ну, ладно. И вот смотрим мы на пик команды Сивы Тьмы в таком случае. Леон, интересный, конечно же, саппорт. Много контроля, много всего. Палец смерти. В целом, очень, конечно, интересный герой. Найкс. Ну, Найкс, это Найкс. Хороший керри. Сейчас он очень популярен в текущей мете. Буквально постоянно появляется. Клакверк. Ну, кстати, вот Клакверк, штука, она достаточно редкая, на самом деле. Очень редко я его встречаю в играх в целом. Но вот сейчас он есть. И я не знаю даже, как он себя реализует. Ну, и Дум. Скорее всего, либо лесной, но медовый вряд ли. Как и Клакверк, следовательно, им нужен мидер. Кто у них может быть мидером, чтобы не проиграть инвокеру, чтобы выиграть Свена и Вич Доктора с Элдер Тайтоном? Варианты, Вадим. Так, ну, насчет мида я бы хотел сказать, тут очень бы хорошо, мне кажется, залетел Шторм. Но Шторм не залетел, залетел Вайпер. То есть, очень такая танковая команда, получается, очень жирный пик. Будут все просто давить своей тушкой, надавливаться, надавливать, накидываться. И просто вытанковывать весь урон. А как его... В глобальном плане, может быть, или что ты хотел сказать? Я даже не знаю. Ну да, на самом деле, противники... Нет, это противовес всему этому, конечно же, будет Свен, который соберет, наделает 6 слотов и будет бороться со всем этим жиром. Я как раз-таки это и хотел сказать, что, невзирая на толстоту вроде бы у противников, есть, конечно, такой герой, как Свен, у которого слишком много урона, и его как-то очень сложно от него выживать. Берется Вивер сюда последним пиком, явно берется он в хардлайн. И, конечно же, Вивер здесь, на самом деле, смотрится очень интересно. Слишком много милишников, есть Леон, которого можно этим всем делом сильно подзамучить. И Вивер, конечно же, здесь смотрится интересно, как я уже говорил. Но Вайпер, Вайпер может слишком сильно не давать Свену подходить к себе. Он может слишком его замедлить как-то и прочее, и прочее. И, конечно же, здесь Свену может быть очень непросто как-то выигрывать. Но посмотрим, посмотрим, конечно же, что выберет для себя Свен, как пойдет дело. Ну и, думаю, конечно же, Свену здесь нужен будет какой-нибудь даггер. Быть может, инвокеру понадобится когда-нибудь в будущем Хекс. Но посмотрим еще раз, это слишком далекие какие-то прогнозы идут. Да, но, кстати, мне не нравится последним пиком Вивер, все-таки такой очень картонный герой. И трудно ему будет здесь выживать, достаточно много там контроля. Есть Дум, есть Леон, есть Сквакверк, который может с полкарты в него влететь. И дальше уже будет поддерживать те же самые герои. И, собственно, Инфест-бомбы в интересном исполнении. Здесь, я думаю, мы тоже будем наблюдать этот Сквакверк Найкс. Будут они влетать, взрываться и разносить всем лица. А вот знаешь, насчет Инфест-бомбы Сквакверкман, конечно, интересно. Но здесь просто еще есть такой герой, как Леон, которому, ну, собирают обычно даггер ребята. И как-то с даггером он будет опасен. Здесь есть такой герой, как Дум, который тоже может собрать себе даггер у Атар и как-то подбираться. И в итоге Инфест-бомбы вариантов здесь достаточно много. Но, конечно, Сквакверком тоже смотрится очень сильно и интересно. Тем временем, пробежимся, наверное, по-быстрому по составу команды. Состав команды Сил Света. Поехали. Королева Убийц играет на Вич-Докторе. Точка играет на Свене. СНХ играет на Вивере. Я... Суэр, или как бы это так прочитать, играет на Инвокере. И Миги играет на Элдер Тайтане. И состав Сил Тьмы. Чухрихан будет играть на Вайпере. Мира будет играть на Думе. Фанк на Найксе. Тарантино будет... Не будет он в этой доте снимать фильмы. Он будет играть на Леоне. И Помпей, какие эпические имена себе подобрали, будет играть на Квокверке. Ну да, Чингисхан, Тарантино, Помпея. Ребята, конечно же, эпические. А это все-таки был Чингисхан. Не сразу я разобрался в этих транслитах. Ну знаешь, да, вот ребята любят всякие там... В никнеймах понабавлять всяких семерок и прочее. Скрытые смыслы и всякое такое. Санстрайк, кстати, здесь фармит Инвокера. Я думаю, что там кого-то убивает. Услышав этот долгий протяжный звук. Но похоже, убивать сейчас здесь будет только Инвокера. Очень уже опасно выглядит здесь Вайпер против него. И не знаю, не знаю, как здесь Инвокеру будет житься. Ну, конечно, если это колдснап и через фаржей, то, конечно же, можно здесь будет что-нибудь сделать с Вайпером. Но в любом случае проблемы у него будут. Тем временем, Вивер, как мы видим, имеет аэронталончик. Соответственно, легко он фармит. Лиса еще, к тому же, использует сварм. И в итоге у него получается вроде бы достаточно быстро все выфармить. Вайновижена, кстати. Явно видно, что Вивер это какая-то заготовка. Не зря он взял на первом уровне сварм. Не зря он взял талон. Знает он, как играть на этом герое в Хардвайне. И, собственно, это радует. Увидим, наверное, что-то интересненькое в этой игре. Ну, будем надеяться, конечно, что у этого Вивера будет получаться. Потому что, как ты сказал, он выглядит слишком тонким для этого пика. И против команды он смотрится несколько слабее. Тем временем Инвокер подставляется под плевки от Вайпера. Может здесь, конечно, сильно просесть. Это и случается. Мог бы он даже здесь и погибнуть. Если бы увидели это чуть пораньше, как он вызывает форжей. Думаю, мог бы, конечно же, и отдать ферсбуат на месте. Савочку должен он себе уже подвозить. Нет, это ботинок. Достаточно странное решение. Нужно было еще и хилочку себе привести. Все-таки стоишь против Вайпера. И стоило ожидать, что у тебя будут быстро кончаться хитпоинты. Ну, пока что нет денег на это. Поэтому все-таки нет возможности принести себе какие-то дополнительные восстановители здоровья. А вот Вивер здесь может страдать. Кстати, он и страдает пока что. Уходит он здесь на шикучах. Очень низкое количество здоровья. Кстати, надо было своровать, наверное, все-таки рунку. К тому же такую полезную, как руна волшебства. Но в итоге, как мы видим, Вивера уже здесь прогоняет с линии. Ему остается есть только тангусики. И, быть может, у него, конечно, получится остаться. Но, да, очень опасно здесь вышел Дума, кстати, эту сильнейшую тычку с критической атакой. Есть у него уже там волк съеденный. И в итоге как-то Вивер, может, и сам не ожидал, что по нему вот так вот удар будет нанесен. Да, кстати, необычно, что Дум все-таки ест сразу же с первого волка. Обычно выбирают сатира или какого-нибудь медведя на арморчик. Но тут все-таки Дум сразу пошел в урон. Хочет, что он побыстрее выфармливает леса. Не заботится он о своем здоровье, о своей броне. Просто идет в атаку. Ну вот если говорить про топовых крипов для начального фарма Дума, вот же стоит сатира-мучитель, у которого оригин здоровья плюс 6 за счет Анхоли Ауры. Это просто мечта. Тем временем нападает на Вивера, есть по нему Хекс. Выходит он из Шикучей и набрасывается в Анды. И должен здесь быть, конечно, Ферстблат. Который ворует, правда, Дум своей землей, что ли? Или чем он? Да, землей своровал этот самый Ферстблат. Ну ладно, забустился. Теперь у него ботинок может бегать между сплотами быстрее. Хотя, конечно, казалось бы, надо было оставлять этот фраг на Иксу. Ну и продолжается, продолжается наша игра. Свен, конечно же, легко должен фармить здесь. Кокверк, он может быть и неприятен. Но подходить сюда ему слишком сложно. Под Элдор Тайтона, под Вич Доктора. Как-то слишком ему здесь могут навалять. И он даже не старается. Пока что, видимо, что у него есть только ботинок. Правда, четвертый уровень, но идет он через ракету, что достаточно странно. Обычно я видел, чтобы играли через батарею, но тут как-то вот так. Вот тем временем инвокер очень плохо себя чувствует в мидуайне. Видимо, что по крипстату у него 4 крипа всего по сравнению с 19 вайпера. И это просто разгромный мид. Да, инвокер тут крайне страдает. И вряд ли ему что-то поможет. Даже какой-то ганг не факт, что закончится успехом. Да и гангать-то тут, по сути, некому, если только 2 суппорта вместе придут. А по одиночке, либо Вич Доктор, либо Элдор, там не смогут абсолютно ничего сделать. Ну и как доказательство этого всего, инвокер погибает на мидуайне. А труп вайпера, вайпер здесь, конечно, очень сильно убивает. Также мы видели, что здесь убивали на верхней линии второй раз вайперы. И это уже 0-3. Воспоминяет команда Силы Тьмы. И преимущество, конечно, ранее захватывает именно команда Силы Тьмы. Посмотрим, сумеют ли ответить на эту агрессию чем-нибудь ребята из команды Сил Света. Ну, конечно, ответить у них есть чем. Все-таки есть тот же самый инвокер с большим количеством прокаста. Есть же тот же самый Вич Доктор с тем же самым прокастом. И про Элдор Тайтона, я думаю, тоже не имеет смысла много говорить. Герои, прокасты все как надо. Опять же, игра еще не дошла до той стадии, чтобы разговаривать о прокастах. А вот пока что начальные стадии, мне кажется, ничего не могут противопоставить. У них два героя абсолютно на свободном фарме находятся. Это Viper, это Nike и в противопоставлении им всего лишь один Sven. Ну, и посмотрим, сыграет ли эта ставочка на Sven. Ну, да, конечно же, может она здесь и не сыграть, спору нет. Слишком сильный Viper, ему уже сильно забустили. Тоже не слабый Nike, который фармит и ему толком не мешает на нижней линии. Но, правда, не стоит забывать, что это Sven. И за Максим свою Great Cliff способность он может и потом начинать разбирать стаки, которые заботливые саппорты, конечно же, должны бы сделать, наверное, ему в лесу. Но что-то как-то вот только один я вижу стак сделанный и пока что в этом плане слабо. Но разобустить Sven все-таки не столь сложно. Сейчас появится Доминатор, должен уже здесь начинаться спаун постоянных энсентов. Будет там четыре стака, он один раз заберет, второй раз заберет и уже вывезет себе свои слоты. Ту же Саблю, тот же Даггер. Ну, вы поняли, будет очень сильным. Ракетка тем временем летит на Мидлайн. Нет, немножко выше. И там, кстати, видит Вич-Доктор. Вич-Доктор мог бы получить Астана от Дума, но в итоге, конечно же, у него здесь получается отойти. Кстати, неплохой этот Тимплей. Ракетка здесь подсвечила Клакверк. То есть, ребята знают о чем-то. Они явно с коммуникацией и общаются между собой. Тем временем, Найк, кстати, имеет шестой уровень, но не качает Ульси Мэйт. Хотя, погоди. У него-то всего пять очков способности вложено. Так. А, понял, это статки. Это... Нет, стоп. Это плюс четыре ко всем. Ну, не качнул он еще пока Ульси Мэйт, что-то странно. Да, возможно, просто выжидает, да, либо еще руки не дошли. Ну, да, знаешь, когда вот усиленно фармишь, бывает прям вот, не успеваешь мышкой там отвлечься, где-то поводить, там вот сюда щелкнуть, ульт качнуть. Ну, ты понял. Не, ну, можно, конечно, может быть, просто чай хотел на любви себе. В одной руке чай, в другой мышка. Неудобно хочу на любви. Ну, что в третий, не суть, важно, конечно же. Ну, да, все-таки, не знаю, не знаю, я здесь не за чай, я все-таки за то, что там мышка не успевает дошевелить слишком потный фарм, всякое такое. Ну, и, сами понимаете, в тем временем номинатор, как мы видим, есть, уже идет тот самый крип-маг, который будет здесь делать стаки. Ну, и, собственно, уже за этими стаками должен вестись контроль от игроков команды Си у тьмы. Не должны их здесь так просто отдавать, не хотят, должны за ними следить, и в итоге, ну, вот как-то... Временем, кстати, инвокер набрал немножечко обороты, есть у него уже 16 крипов, намного лучше, чем... И нападение этим временем идет на инвокер, откидывается здесь касками Вич-доктор, полетает на него на... Своем ультимейте Клакверк, Клакверк нападает на здесь, на Вич-доктора, Вич-доктор может погибнуть, а в это время в инвокер вгрызается очень сильно вайпер, но приходит сюда Элдер Тайтан, Элдер Тайтан дает неплохой стан, также здесь бегает Своем под ГДС, будет ли он кого-то рубить, убирает, убивает, но, правда, при этом всем еще и Леона, ставятся неплохие, как там, Коубы, не Коубы, но в итоге его, короче, отталкивает, и он здесь погибает. Для того, минус четыре воспоминания команды Сил Тьмы, нет, минус три воспоминания команды Сил Тьмы, и погиб всего один герой, и это Леон, а он, как известно, саппорт, и многого не стоит. Ну и результативный выход от игроков команды Сил Тьмы, и вроде бы все стянулись, вроде бы было неплохо данной Коубы от него, но вот как-то все равно не хватило урона. Вот она эта масса, которые, собственно, будут давить Дайры, то есть даже Сван под ГДС, им ничего сделать не смог, умер один, единственный самый тонкий герой, это Леон, все остальные почти на фулл здоровье, а все душные. Но Сван пока даже под ГДСом такой себе боец, нет у него артефактов, один доминатор, один ботинок, он не дамажит, ему нужно хотя бы что-то, нужно ему саблю какую-нибудь заиметь, нужно ему дополнительные слоты. Пока их не будет, пока не появятся хотя бы ПТшки, ему нет смысла большого куда-то там идти и где-то там пытаться драться, лучше бы, конечно, он оставался на нижней линии и фармил, фармил и еще раз фармил. А так, конечно же, потеря темпа, потеря всего, и, ну, уже Найкс подбирается вплотную его крипстату, невзирая на то, что он начинает выфармливать стаки в лесу подготовленные. И да, очень опасно здесь, конечно, игра уже переходит в стадию, что вот Сноубол начинает, как говорится, сыпаться. Нападение, тем временем, вот Найл Дартайтон, Найл Дартайтон может здесь и погибнуть, и да, так и случается, Клакверк добивает его здесь своей ракеткой, и в итоге. Еще один фраг для игроков команды Ситьмы, отличная игра от ребят. Да, и реализация первого ультимейта от Хардлайнера, команды Дайеров. Нет, кстати, это второй, второй, второй раз, он уже влетал один раз сюда вот под Вич Доктор, закрывал его в касках, и там его отметилили в итоге. Был уже один ультимейт, это второй раз, но активно, активно очень, конечно же, здесь Хардлайнер, и в итоге, конечно, получается неплохо. Тем временем, инвокер, кстати, подстревать мог от Дума под землей, Дум получает Клаб, но он, правда, под землей, и эта земля, ну, уже, правда, вот сейчас кончится, но там еще и три героя, так что, быть может, нет смысла туда идти и не решать, да, подходить игроки команды Сил Света. Вич Доктор, тем временем, пятый уровень, как мы видим, второй, Маледик, вторые каски, нет у него еще пока ультимейта, и вот сейчас он должен был догадаться, что его здесь видели, что его здесь знают, чувствуют, или что-то в этом роде будет активиться касками. Вич Доктора, неплохой Клаб, но, правда, вот очень много яда. Будет уходить, да, должен уйти. Да, первая тычка, к сожалению, для Вайпера промазала Вич Доктора, и, собственно, вот как раз, наверное, этого урона и не хватило. Ну да, и как мы видим, вот он здесь, вардец, очень хорошо спрятан он в лесу, который блокирует, собственно, спаун для Свена, и, конечно же, этот момент под законтролен игроками Сил Тьмы. Концентрирую сейчас свои силы Дайры все-таки в миде, видим мы здесь четыре игрока их команды, и всего лишь один Найкс фармит на топе. И Коквер, кстати, снова готов прыгать, навязывает драки, они понимают, что они намного сейчас сильнее, что у Рейдентов просто даже нечем отбиваться, нечем защищаться, и продолжают они прессовать по центральной линии. Кстати, тут очень битый Вайпер, но и пытались его здесь санстрайком как-то подгадать, но в итоге не получилось очень, очень так, не точно кидал его здесь инвокер, но видел он его, конечно же, относительно. Тем временем напали на Вич Доктора, закрыли в хогах, есть батарейка, есть еще по нему вроде бы секс, я не могу точно сказать, потому что не вижу его здесь, но в итоге он здесь погибает от тычки Вайпера. Ну и попадает еще Клапой в очередной раз Элдер Тайтон, но снова же урона не хватает, и в итоге все расходятся. Тем временем Свен под ГДСом нарубает здесь на нижней линии Тер-1 Тавер, уже перешел к Тер-2 Таверу и пушит, пушит в это время. И будут стягиваться на него, конечно же, игроки команды Силы Тьмы, прожимаются с мака, а если у Свена здесь ТП? Ну да, ТП есть. Ну так делай же ты его, не иди сейчас фармить. Ты должен понимать, что вот здесь вот команда, и он идет прям ей навстречу своей смерти, сейчас его здесь и принимают Леон спереди, есть Хекс, есть ракетка, должен быть подкоп, подкоп, остался Леон, далее микростанчик, прожимает он здесь, что может, но в итоге погибает от рук Леона, который, кстати, уроном его убил. Неплохая игра, неплохая игра, конечно же, от Леона. Но и сам Свен, конечно, там подставлялся, должен был понимать, что игроки могут перетянуться к нему, и нельзя ему было так, конечно, подставляться. Нужно было сразу ходить на ТП, в мид, наверх, быть может, и в итоге еще и Вич-Доктор, кстати, погибает от рук Найкса. У Найкса есть, тем временем, уже и Армлет, и Физы, и будет довольно скоро Сабля, думаю, скорее всего, следующим артефактом, может, конечно, и Дизоль, тем временем. Дум висит на Инвокере, Палец Смерти, клапнули, Инвокер, будут его добивать, и да, приобрет самым прилетом ракеты, Элдер Тайтан его добивает, но в итоге Элдер Тайтан сам подставляет, Сопин воды, вгрызнет Хекс, Стан на развороте дает Свен, но теперь этот разворот уже для него не очень хорош. Нуж подвигает сюда Вивер, Вивер, что же у тебя есть? Ничего у тебя пока что нет, подкопали, дали Стан, еще один Стан, земля, но в итоге Вивер успевает вернуться на то время, вгрызается в Свена, Свен пытается жить, каски прыгают, Свен отбрасывается Станом, ставится Коги под Вивера, Вивер пытается как-то выжить в Шекучах, живет, и как бы, да, успевает все-таки выйти, но не думаю, что он здесь выживет, да, есть по нему микростан удар, и в итоге догорает он от удара Дума. Будет высширенный расклад, есть склад, Дум, ну, с Дума здесь вряд ли что-нибудь сделают, а вот видишь Доктор, здесь загулял каски, на отходе должен уходить, но есть по нему Ван Дейв, вгрызается Вайпер, и это еще один фраг, Господин, нет команды Сев тьмы, ну и какая-то прямо ангеляция, очень уж легко ребятам здесь играется, серьезные очень у них здесь проблемы, если можно так сказать, и убивают их здесь достаточно просто. Да, на самом деле эти проблемы могут закончиться, и просто с носом трона, как мне кажется, если в таком же духе продолжат Дайры прессинговать, то ничего от Радиантов не останется. 75 тысяч преимущественно. Он просто горой вниз идет, и как-то очень трудно будет перевернуть, но очень нужны ультимейты с упортом Радиантов, потому что у них ультимейты действительно имеют хорошую мощь, и они могут переворачивать драки. Ну, я, конечно, имею в виду скорее Элдер Тайтона, чем Вич Доктора. Ну, да, конечно, Вич Доктору нужно очень хорошо ультануть в своей такой части, не знаю, драки, и как-то так занять позицию, чтобы его не сбили, его ультимейт банально, и при этом он сумел еще по всем настрелять, то бишь задача его сложная. Кстати, вот он, эти самые фраги на леснике, нападение на Вивера, и Вивер, кстати, здесь может погибнуть, взрывая на сильное замедление Свена. Вивер под замедлением, залетает еще ракетка, но теперь ставится ультимейт от Вич Доктора, пытается отсюда уйти Свен на тэп-ауте, и в итоге у него это получается, а Вич Доктор добивает его с ультимейта. Здесь Вайпера, и как-то очень неплохо, на самом деле, получилось подраться. Под дабл дэмэджем, кстати, Вивер, есть по нему просвет, будет он уходить, кстати, если нажмите ультимейт, то просвет слетит, правда, мне кажется, в центре среди врагов. Может быть, ему имел бы смысл сюда вернуться, там все-таки очень битый Дум, а одна единица армора, можно было бы попробовать его здесь и убить. Но, с другой стороны, если бы Дум повесил бы свой ультимейт на Вивера, то 100% от него бы ничего не осталось. Ну и да, в итоге здесь его, кстати, позаметили, сразу же реакция от Клокверка на Форстафе, поставить Клоквер, и в итоге, Клоквер, точнее, и в итоге все было бы там нормально. Вивера бы оттолкнула, потерялась бы мана, и остался он бы в высшей куче, и дальше там делать техники и убить этого таракана. Так, ну, давай посмотрим, что появилось у инвокера. У инвокера, думаю, вообще что-нибудь, минус у него был, появляется у него намек на то, что у него появятся какие-нибудь барабаны, но мы должны понимать, что все-таки это не совсем тот инвокер, который убивает. У него, конечно, есть заряд, скажем так, пороха, но пока что этого недостаточно. И вот как-то так идет игра. Дум убил только что где-то Свена, убил он в своем лесу Свена, и, ну, в смысле, в своем лесу Свена, убил Свена. Ну, вы поняли, короче, убил он в лесу Рэддиантов Свена. Вот, нападает дальше Дум, есть у него дайвер, ну, довольно давно, нападает он на Вичдоктора, Вичдоктор здесь уже, конечно, ходить никуда не будет и не уйдет. Вайпер его здесь добивает, и как-то слишком снова легко, минус 2. И один из этих минус 2, это, конечно, как я уже говорил, Свен, а Свен это Кор. Кор, кора терять плохо. Я слышал, что если кора слишком часто играет, то нужно, а, либо запасной кор, либо, б, ты просто проигрываешь драку. Ну, тут не только, конечно, дело в коре, можно и не терять бы было кора, но вопрос в том, сможет ли этот кор вносить столько урона, сколько нужно, чтобы убить всех этих толстенных героев. Сапелька у него тем временем появляется, нападение тем временем на Наикса, Наикс может и погибнуть, здесь по нему колс напрыгает, он в Крепочка, и в итоге здесь его не достать. Еще и теряет, а, нет, это Сил Тьмы теряет Курьера, так что небольшой буст для игроков команды Сил Света, и, может быть, не тот, конечно, буст, который нужен им, но в целом тоже неплохо. Сапелька тем временем может появиться у Свена, а почему у него не делается стаки, боитесь, что их кто-то другой заберет? Не, ну, в принципе, боязнь-то логичная, все-таки играете вы под жесткой доминацией, теряете еще один Тиар, один на нижней линии, но вот как-то все равно, мне кажется, имело бы смысл здесь попробовать на стак отельсинтов и быстренько их забрать. Ну, тем временем дайеры все-таки начали заниматься тем, чем стоило заниматься сразу, не стали бегать за фрагами, просто стянулись все, забрали вышку, и нужно им продолжать в таком же духе действовать, то есть стягиваться на вышку, забирать, так пока не снесут все внешние тавера, а потом уже с хорошим преимуществом спокойно заходить на рампу. Ну, и тем же делом, ну, в смысле, тем же полезным делом занимаются игроки команды Radiant, они просто сплитпушат, получают свои артефакты, подготавливаются как-то к драке и пытаются, конечно же, стать сильнее, потому что в текущем своем, скажем так, положении дел они не способны выигрывать драки. Ну, конечно же, если там попадется очень хороший рассказ, получится Elder Titan грамотно клапнуть, получится у него нанести урон с сплиттера, при этом всем еще инвокер, туда раскастуется в Торнадо, Метеор, Defining Blast, ну, вы поняли, очень много урона магического, если войдет, и все это пойдет, попадет во всем, то чисто гипотетический камбэк Израиль, но вот до этого момента, конечно, шансов очень мало. И вот тем временем падает Рошан, а вот, кстати, у Чуаегиста никто не берет, берет Аегиста себе, Лайфстиллер, кстати, тем временем умирает на верхней линии Вичдоктор и может погибнуть, ну, нет, уже вряд ли, конечно, Вивер слишком далеко отошел, ну, и минус Вичдоктор. Кстати, тем временем, посмотри-ка на закупку Вивера, он вообще без ботинка, без, как его, без пауэртрендсов бегает, а просто Вивер. Да, я думаю, что-то он хочет дорогое себе приобрести, не тратит деньги, тысяча сот монет у него накопилось, и даже интересно, на что же он их потратит. Барабаны, конечно, сильно, но они никак не помогут Виверу наносить урон. Ну, нет, я просмотрю на этот брейсер, я, конечно, понимаю, что это, скорее, просто для плотности, чтобы он не умирал там слишком быстро, но, да, зачем он столько денег имеет, мне интересно, все-таки. Может быть, имело смысл купить какой-нибудь еще маленький дополнительный артефактик, который сделал бы тебя чуть-чуть, но сильнее, ну, стики, не стики, ну, и аквилы, не барабаны, но вот что-то вот вроде ПТ как раз-таки смотрелось бы интересно. Да, ПТшечка очень даже бы подошла, либо какая-нибудь медалька, которая помогала бы убивать не очень таких бронированных героев, типа Клакверка или Леона. Да, даже тоже Найкс. Потом, да, Совар Крест из нее, и вот это был бы, я думаю, хороший буст. Да и Совар Крест при наличии СВНа, конечно же, очень сильным артефактом будет. СВН тем временем решает, что все-таки пора убить стаки, если ты можешь там назвать, там даже не два полноценных стака, а так ерунда, но в целом, конечно... Да, полтора стака, но в целом нормально. Тем временем напали на Вичдоктора, бывает НХС-бомба, та самая, про которую мы говорили, ну и Вичдоктор пытается всеми силами бежать, кидая каски, не успевает стан от Батриасаута, ему здесь скидывает этот самый каст. Тер-2 Тавар на нижней линии тем временем падает у команды Сил Света, то очень сложно противостоять пока что этому пушу. Не готовы все еще игроки команды Сил Света с этими героями драться вражескими. Им нужны еще артефакты, им нужен СВН с БКБ, который он уже фармит, им нужен сильный вивер, не вот этот вивер, которого буквально нет ничего, он просто бегает как тараканы, надоедает всем. Им нужен вивер, который способен наносить урон. Да, который дофармит свой неизвестный артефакт и будет уже в драке полезен. Ну и им нужен, конечно же, здесь сильный Элдер Тайтан. Лучше всего, чтобы у него был четвертый Клаб, потому что без четвертого Клаба очень сложно. Тер-2 Тавар на мидлайне падает тем временем у команды Сил Света, Клаб. И, кстати, неплохой попадает, подводим еще сейчас ультимейт туда, ну-ка, ну Клаб уже слетел. На самом деле, вот сейчас было видно, что не хватает длительности Клаба для ультимейта, то есть нужно еще прокачивать хотя бы один скиллпоинт Клаб отдать, чтобы за 4 секунды уже всяк ультимейт успевал добороздить до туда. Ну ладно, со временем идет драка, уже погибает в это время вивер, погибает вичдоктор, делает сразу два байбека, прилетает ультимейт, не попадает он ни по кому, потому что летел очень издалека, быть может, у него был основной план, это, знаешь, внезапность, такая борозда, которая появляется и сразу же тебя клапает. Но в итоге ничего не получилось, и заход на Тер-3 Тавар достаточно успешный, минус 500 хитпоинтов, нападение на вичдоктора, вичдоктор получает стана от Дума, и в итоге вичдоктор должен здесь, конечно, погибать. Именно так и случается. В тем временем драка идет с вивером, вайпером, точнее, вайпер живет, но при этом погибает лайфстилер, говорю, убивает здесь вивера. Пытается здесь как-то драться с Вен, бегает он под опин ван даме, прожимает рейдж лайфстилер, лайфстилер может жить, прячется в крипе, и будет у него все нормально. Клокер прожимает БМ, и, конечно же, Свену здесь уже очень опасно, убивает он все-таки клокверка, и попадается отличный клап от Элдер Тайтона. Вгрызается дальше здесь Свен, остается отличная стенка на отходе, лайфстилер вынужден прожимать рейдж, и как-то здесь вроде бы задефились. Много байбеков, много всего, но выиграли для себя голду. Достаточно серьезный, особенно инвокер, и Свен, тем временем, Свен пытается дальше драться, нападает он на Дума, Дум дает стан, и все-таки выбили, кстати, Аегис с лайфстилером, но вот при этом могли потерять Дума. Есть у Свена БКБ. На самом деле, байбеки в статистику не вошли, поэтому золото там гораздо меньше они заработали. Графики не солгут. Смотрим на графики, единственные графики показывают, что не две тысячи с половиной там было, а, да, где-то в районе тысячи, быть может, полутора тысяч, но вот не больше этого. Ну, конечно же, байбеки, байбеки от Вич Доктора. Ну, кстати, от Вич Доктора байбек не зарешал, а вот Вивер, который там бегал и под Вайпером стукал нормально, вот это было, конечно же, интересно. Ну, что ж, на самом деле, невзирая на глобальное преимущество игроков команды Сил Тьмы, тубе счет 6-23, куча товаров потеряна, сильное преимущество по золоту, и вроде пик тоже даже смотрится моментами поинтереснее, но все же игроки команды Сил Света показывают, что пока что способны с этим как-то справляться. Есть у них все-таки Elder Titan с его клапом, кстати, который не качается. Следующий скиллпойт он дал в Nature Order, и в итоге, ну, не знаю, конечно же... Ну, опять же, можно, да, заметить, что у всех героев белый армор, то есть весь армор идет от статистик, вот единственное, что у Клокверка там плюс 6 от Blade Mail. Ну, и Найкс, да, приобрел себе Blade Mail, поэтому у него плюс 15 у Вайпера от Мейки. Ну, а если весь белый армор подрезать, то останется не больше десятки, а не больше десятки, это для Свена прям вообще сладость будет. Да, конечно, Свен это может сильно забустить, по тому же принципу, что если бы здесь у Вивера была бы какая-нибудь монетка, было бы все замечательно, а в итоге, как мы можем говорить, Вивер без монетки, Вивер без урона, и Свену он не особо помогает, даже своими покусаками. Да, кстати, взял он ТТшечку, непонятно, почему он не сделал этого раньше. Может, было у него достаточно денег и на байбэк, там где-то 2 200 у него было, это вполне хватило на байбэк и на ПТ. Кстати, сейчас может сильно подставиться здесь Свен, подходит к нему уже Дум с готовым его ультимейтом, есть у него Дайгер, включается земля, налет на Дума, Дум висит на Свене, Свен пытается выжить. Есть у него, правда, БКБ, подкоп, но не попал. Тем временем Станчик подкопали, Найкс вырвался и Свен в минусе. Легкий фраг для Найкса. Ну и как-то Свен опять, опять слишком далеко заходит, опять не знает он ничего о противнике, и опять не пытается он как-нибудь уйти подальше. И, конечно же, это становится для него роковой ошибкой, во второй раз он уже погибает подобным образом. И надо, надо делать какие-то выводы из своих смертей. Если ты не делаешь выводы из своих смертей, то, разумеется, они будут постоянно повторяться. Постоянно. Вот он опять здесь, уже был один раз такой, его здесь поймали на отходе, он пушил. Второй раз его здесь поймали. И нужно обращать внимание, что игроков нет на команде. Ты все-таки очень важная цель для этой команды. Ты кор. Ты основная проблема в лете от этой команды. Ты должен быть осторожнее. Опять же, поверху отвлекает немного вивер. Возможно, он даже до хайграунда успеет дойти. Пока что нападают на эры. Но вряд ли, конечно, они будут отвлекаться. А что им отвлекаться? Все-таки здесь один вивер никак не может перефармить этого вот вайпера, этого вот лайфстиллера. И в итоге, конечно, они начнут падать быстрее. Теперь три тавера на мидлайне. Тем временем упал. Начинается драка. Неплохой клап. Взрывается лайфстиллера. Лайфстиллер успевает поражать рейдж. Неплохой ультимейт от Элдор Тайтона. Вгрызается в Найкса. Найкс погиб. Не погибает, точнее. Погибает Леон. Вгрызается теперь вот в Найкса. И Найкс вот теперь-то погиб. А вот можно цеплять здесь и... Еще и зацепили вайпера. Да, и в итоге минус три. Восполняет команда сил света. Минус три от Свена. Трипл килл. Отличная игра. И вот снова же ребята зашли. Ну и как-то их здесь очень легко размансили. Просто за счет того, что вот грамотно легли способности, станы, прочий контроль. И ничего не могли этому противопоставить. Игроки команды силы. Очень как-то наивно зашли на хайграунд. Вайпер отдал свой ультимейт. И когда он увидел Свена, он тоже должен был моментально просто клацать кнопку ультимейта по нему, чтобы он бил как можно медленней. И как-то вообще все пошло неудачно. Если можно так сказать, Леон умер просто со сплэша Свена. Убегал он от него и не смог абсолютно ничего сделать. Ну и да, что-то действительно было здесь невразумительное в этом плане, что как-то исполняли ребята из команды Севы Тьмы слабо. А именно из таких вот возможностей для камбэка и рождаются. Именно из-за таких вот ошибок, из-за таких вот каких-то непонятных заходов на хайграунд и прочее, прочее. Не раз и не два мы видели такие игры, которые вроде бы выиграны везде, но вот начинается заход на хайграунд и все. А потом потихонечку медленно начинает идти в сторону проигрыша. Даггер. И опять же, Найкс там попал в борозду, тоже там карусель против Севана водил. Да, а Даггер очень-очень хорош на Свене. Теперь он может не бояться ультимейта Вайпера, потому что не нужно будет ему заходить в драку, он будет моментально в ней оказываться, оказываться, да. Мгновенный блинг и даже... Ну, может, конечно, успеть здесь Вайперу дать ультимейт, но в любом случае придется как-то отбегать от Свена, пытаться от него отойти, и время, вот это вот время контроля будет несколько утрачено таким образом. Но и да, конечно, я уже говорил, что Свену здесь очень нужно заиметь даггер. И следующим артефактом он определенно для себя должен выбирать криты. Мы уже говорили, что команда здесь достаточно крепкая, и, кстати, заход на Рошину идет от команды Силы Тьмы, и вот туда уже не имеет смысла, мне кажется, идти игрокам команды Силы Света. Там они могут и погибнуть. На хайграунде они еще могут защититься. И, конечно же, это очень-очень опасно давать им Аегис и отдавать им Рошину, но в другое время очень опасно туда идти, и, мне кажется, тот самый риск, который вот обоснован. Вайпер, получается, получает Аегис. Только я подумал, что стоило бы Вайперу отдать Аегис, чтобы Вайпер заходил и ломал Бараки. Все-таки это ранжевой герой, и плюс к тому, когда будет подходить какой-нибудь Свен, либо Вивер в дальность ульта, то просто щелкать на него ультимейт и дальше продолжать бить Бараки. Да, это я тоже хотел сказать, что достаточно разумным будет решением отдать Вайперу здесь Аегис все-таки. Он сможет и просто стоять, и подгрызать те самые ТВ-рай издалека. Ну и что самое главное, что самое главное в принципе, нападая на Вайпер, вы все оказываетесь под разного рода эффектами. Тот же Корозев скин и прочее-прочее. И если даже начать драку после смерти Вайпера, то этот эффект может неслабо помочь. Это минус к атаке, минус к скорости атаки, и штука достаточно полезна. Погибает тем временем Вивер, зато у него есть дизоль, но правда окажется он в драке только через 56 секунд, уже 45, но не суть важна. В это время может просто упасть Мидуай. Потери, конечно, не то чтобы критическая для игроков команды Сил Света, но вот отдавать его лишний раз не стоит. Клапает тем временем Элдер Тайтан. Всеми силами он пытается задержать пуш, но Клап всего лишь на двоечку, как я вижу, вкачан. И, кстати, вот начинает падать милишный барак. Врывается Леон, неплохой палец смерти, сразу мгновенно убивает Вич Доктора. Неплохой рассказ от Инвокера. Кстати, очень быстро они здесь спилили одного и второго героя. Нет, правда, успел спрятаться на Икс здесь. И, правда, Дун все-таки погибает от удара Инвокера, вовремя залетевшего и преследующего его Энс... Сестра Спирит, или как-то так называется эта способность. Но падает, правда, в это время Мидуайн. Продолжается драка, Свен в БКБ пытается здесь наваливать, нападает на Вайпера. Вот тот самый эффект, про который я говорил. Но Вайпер погибает, но при этом спушивает и последние милишные бараки на Мидуайне. Правда, не единственное, не суть. Вайпер, правда, погибнет здесь, уже вряд ли он уйдет. И да, этот фраг отходит к Инвокеру. Минус 3 воспринимает команды Сил Тьмы. Минус 4, если считать Аегис от Вайпера, в обмен на... По-моему, вот этот парнишка погиб от Пальца Смерти. И все, все остальные джили. Ну, у Вивера вроде бы в драке толком и не было. Не успел в нее. Да, Вивер очень поздно появился. И в конце только лишь отгонял последних героев, которые убегали. Ага, а Свен тем временем, кстати, выбирает для себя следующим артефактом Кирасу. Не будет никаких критов, за которые я, конечно же, очень сильно надеялся. Потому что все-таки криты здесь смотрелись бы очень интересно. Много сплоша, много урона. И, быть может, сцену получалось бы получше. Но посмотрим, конечно, как будут работать на нем, собственно, ребра. И будет ли это достаточно. Хороший вариант. Мне даже, кстати, больше нравится, чем криты. Много тут физики. Все-таки это и Вайпер, все-таки это и Найкс. И вот в тот момент, когда у тебя твой батл крайне работает, Кираса будет давать очень хороший прирост. И, к тому же, под Элдор Титаном, который режет весь белый армор, Кираса смотрится очень даже хорошо. Не, ну, спора нет. Кираса артефакт достаточно интересный, но я топил за криты по одной простой причине. Чтобы он просто очень сильно и люто бёрстил в драке. И, может быть, выносил бы просто полкоманды за пару критов. Потому что все-таки есть тот же Вивер, который очень любит героев, У которых низкое количество здоровья. Бегает по ним, всем потихонечку их просаживают. Они паникуют и начинают разбегаться и прочее, прочее. Ну, конечно, я говорю о поминентах, которые работают, скорее, только в пабликах. Но суть, думаю, вы уловили. Вивер здесь тоже может при помощи Свена нарезать. Ну, и, кстати, стратегию минус армора это тоже очень хорошо. Ну, и на пальце время на Свена. Подключился здесь БКБ, подключился здесь Дум, подключился здесь БМ. И, в итоге, минус Свен. Да, никаких сложностей не вызвал Свен для дайеров сейчас. Собственно, вот очень хорошо Кираса вливается в тактику минус армора. Есть Элдор Титан, который режет белый армор. Есть Вивер с Дезолятором. И есть Свен с Кирасой, которые режут весь остальной армор. И в результате просто огромное количество минус армора. А если еще форжи куда-нибудь будут вгрызаться, то будет вообще все прекрасно. И будут стучать даже не то, что, наверное, с чистым уроном, а, скорее всего, даже с бонусным. Тем временем, заход на ТР-3 тавер нижней стороны. Тратится в никуда ультимейт от Элдор Тайтона, ни в кого не попадает. И, в итоге, готовится инфест-бомба. Также дается Торнадо, но в этот раз он попадает по двоим, если считать на эксам, при котором урони получают по троим. Но, сутью, думаю, вы уловили. Заход, на самом деле, неплохой. Сгрызли они половину тавера, но и при этом потратили такой важный ультимейт от Элдор Тайтона, которого, в принципе, кулдаун не самый маленький. А Свен, правда, все это время все еще в таверне. Байбэк он не делает. Кирас у него уже готовый. И как-то вроде бы он умер. А в то же время его вот это вот отсутствие реализовано было. Не сказать, что сильно. Ну, могли, могли. Ребята, мне кажется, постараться побольше. Ну, вот, побоялись, не стали рисковать, стали играть по сейвере. Быть может, делали бы они так минут 10 тому, было бы у них, конечно, больше результативности. Тем временем, нападение будет на Вайпера. Есть по нему Маледикт, ставится ультимейт. И как же быстро он здесь разваливается, господи. Буквально за пару секунд Вич Доктора его убивают просто очень быстро. Да, несмотря на то, что герой самый танковый в команде. А вот в чем причина. Natural Order действительно очень сильному срезу. Весь армор, вгрызлась просто огромное количество урона с ультимейта. И в итоге там еще были дизолика от Вивера. И в итоге урона было просто невероятное количество. Тем временем, кстати, ГДС почему-то потратил Свен. Достаточно интересно, что это он так не бережет себя. И могут сейчас его за это наказать. Нападает на него Леон. Есть Хекс. И расправда по нему стан. Должен нажимать здесь Свен на выходе БКБ. Но нет у него ГДС. Уходит он здесь на даггере. И под БКБ должен выживать. Тем временем Леон прячется в шадоу-малете. И в итоге может погибнуть, пожалуй, только и должен погибать только один Вич-доктор. Фраг, конечно, неплохо. Но могли сделать больше. Ну, потратил БКБ. Ну да, но там оно уже тоже не 10-секундное. Ну и не 5-ти, конечно. Но не суть. ГДСа не было. Драка была в любом случае бы плохая. А в итоге вот как-то так вот и получилось. Тем временем Вивер погибает на нижней линии. Вгрызлся у него Найкс. И, кстати, у Найса тоже та самая стратегия. И у нас армор. Но, правда, медальки у ребят, насколько я могу судить, тоже нет. Ну, опять же, у них нет Элдор Титана, который резал бы весь армор. Но, кстати, я бы не сказал, что для Рейдентов это было бы критично. Все-таки Батл Край у Свена все бы это слегка компенсировал. Ну и вот как-то заходят дальше на Терри Тавр, точнее, к стороне нижней у команды Сил Света. И почти ее спушили. Тем временем запрыгивает Клаквер. Но, правда, запрыгивает один, уходит на Форстафе. Но за ним идут и каски. ЕМП, правда, и Метеорс раз туда упали. Ну и в итоге как-то потратил здесь инвокер много кастов. И вот упал Терри Тавр на нижней линии. Остались голые бараки. Немножко подгрызли. Уже рейнджовые. Свен, ГДС есть, есть. И БКБ все готово. Думаю, сейчас будет драка. Закупаются смоками уже. Лето смок вылазил прям вот сразу и в обход. Вайпер улетел на топ, поэтому драки никакой не будет. Будем просто, ребята, отходить, скорее всего, ждать следующего Рошана, чтобы уже наверняка заходить, ломать вторую сторону. На Верочку, как говорится, на Верочку. Нужно Вайперу доформить свой артефакт. Независимо от того, что он там фармит был. У него много денег, я смотрел, когда он умирал в последний раз. И сейчас, возможно, у него даже уже что-нибудь появилось. Давай посмотрим на Вайпера. Это не Вайпер. Ну вот же Вайпер. Ну, пока что изменение, конечно, не заметил. Что-то нечет Вайперу. БКБ. Ну, кстати, БКБ на Вайпере это может быть очень интересным. Действительно интересно. Ну, вот теперь уже не так-то просто будет убить. Там уже Свену там нужен какой-то контроль. Стану, он может просто развернуться и начать убегать. А под Коррозивским им как-то Свену догнать будет не очень легко этого противника. Да. Теперь для Свена уже не одна фокусная цель существует. Это Найкс. Но еще и Вайпер. И, возможно, даже лучше прыгать сразу в Вайпера. Не самый лучший смок вылазка. Здесь их заметил случайно на дом при фарме. Но при этом всем прыгает Вайп. Вивер. Вивер Монголена погибает. Ставится неплохая борозда. Но, быть может, вот она и попадает. Нет. Это в итоге никто не получает от борозды. Получает очень много урона здесь Клокверк. Но и, правда, при этом всем весь урон этот уйдет по Инвокеру. Тем временем подкапывают здесь Свена. Свен погибает от Рук Найкса. Может погибнуть здесь также и Элдер Тайтан. Байбек от Свена. Но у Свена нет ни БКБ, ни ГДС. Быть может, ему не имело смысла здесь ничего делать. А Инвокер почти погиб просто от того, что в него влетел БМ от Клокверка. То есть вот этот вот урон, это вот все вот от этого. Ну, ты видишь, какая там часть. Там буквально его чуть не убило. ЕМП, там, Метеор, все это вошло. И мог он здесь, конечно, и погибнуть. Заход сейчас должен быть на нижней линии. Не совсем правильно полетел рассказ. Собственно, полетел он в Клокверк, который уже все свои способности нажал. Лучше бы, наверное, было отдать его Вайперу, Найкса, какого-нибудь из этих героев. Ну, и милишные бараки все время упали, как оранжевые. И в итоге минус бараки на нижней линии. И вот отходят ребята из команды Север-Тьмы. Будут играть они, как говорили, по сейвове. А до Рошана остается всего ничего меньше, чем полминуты, если я правильно понимаю эти часы. А эти часы, на самом деле, штука достаточно сомнительная. Но времени действительно меньше полуминуты. Да, секунд 20 остается до Рошана. Мне кажется, даже 10. Наверное, уже 15. Ну, сейчас вот здесь должен появиться счетчик. Он очень любит появляться под самый конец появления Рошана. Ну же, давай. Ну ладно, мы не узнаем ответ на этот вопрос. Санстрайк, кстати, очень вовремя впадает. Видит он Вайпер, видит он заход на Рошана. И прям вот тайминг, конечно, подогнан был у инвокера очень удачно. Ну, знаешь, это самое вот, знаешь, вот картиночка. Либо такой чувак стоит рядом, такие математические формы улетают. Надпись снизу, calculated. Мы, конечно, должны понимать, что это рандом чистой воды. Что ему прокнуло, повезло. Вот так вот он сделал. Но вот может теперь сделать вид, что это все ложь. Тем временем на нижней линии погиб Вивер. И может быть и будет идти драка дальше. Вич Доктор подставляется, ставит он ультимейт под Леона. Ну и Леон, конечно, должен здесь за счет Маледикта погибать. Правда, ставится под нему еще и Пайп. Быть может он выживет. Да, еще захиливает Мека. И в итоге Леон здесь погибать не будет. В отличие от Вич Доктора, который все-таки здесь и склеился. Тем временем, кстати, заход на верхнюю линию от Инвокера. Инвокер делает очень грязные вещи. Тот самый крысиный заход на хайграунд. И стягивает, стягивает к себе героев. А, кстати, бегает тем же временем здесь Свен. Он у него на готове к ГДС. Правда, не могу понять, почему у него просто ГДС. Он ничего с ним не делает, не фармит даже. Нет, на самом деле Свен заходил по Миду в то время, когда Инвокер заходил по топу. И он нанес немало урона по вышке. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Молодец, на самом деле. Свен в такой ситуации. Сплитпуш, конечно же, исполнил хорошо. Но мне кажется, как-то уже без этих двух сторон очень сложно будет камбэкнуться. Учитывая, что наверняка графики показывают почти 15 тысяч преимущества. Сокрушающая разница. И не уверен, что у ребят есть шансы. Но опять же, эти 15 тысяч, мне кажется, находятся в большей степени в руках суппортов. То есть, достаточно много денег засело на Думе. Достаточно много артефактов имеет Клокверк. Ну и падает третий Рошан. Это уже сырный Рошан. Кому отдается сыр? Леону. Не самая лучшая цель. Я бы, конечно, отдал бы его скорее какому-нибудь Думу. Тем временем Клокверк погиб от рук Инвокера. А Инвокер, между прочим, в линку принял Дум. Думаю, он очень, конечно, должен быть обрадован этому фактору. Не будет Дума достаточно долгое время. И его линка уже приносит солидный такой вот куш, если можно так сказать. А вот, кстати, что здесь делают? Два саппорта, пока Свен на нижней линии, а Вивер на мидлайне. Достаточно интересный момент. Варды, понятно, Вижен. Но здесь я видел Гем, и в итоге видят они, что здесь есть Вижен. На отходе Клап защитный такой. И здесь уже есть Свен. Свен прыгает, ГДС подключает, но пока что не включил БКБ. БКБ должен быть, да, и уже должен здесь выбивать он Дума. Дум минус. Тем временем вгрызается Бичдоктор, и тем временем он убивает еще и Элдор Тайтона. И дальше Свен. Что же ты будешь делать дальше? Свен отсюда убегает. Забирают они здесь Гем. И в итоге минус два. Восполняет команда Сил Тьмы, но в обмен на одного Дума. Как видим, размен пока что в пользу для игроку команды Сил Света. Ну и, ну да, понятно, все-таки на Думе много голды, больше, чем на этих обоих джентльменах вместе взятых. И так что да, достаточно полезно будет. Это не самый учебы-выжник, зафаркнул всего 1, ну ладно, уже 3. Да, немножко пораньше нужно было кинуть его, чтобы выфармить всех крипов. Но, тем не менее, все равно чуть-чуть куда линию подпушил. Ну там вот есть такой вот чувак, который не чуть-чуть, а вполне уверенно так линию подпушивает. Кстати, у него отрывовательным временем появляется за место ПТ-шки. Да, купил сапог. На вторую ногу. Правда, он крылатый, и ног у него нет. Да, видимо, будет Вайпер защищаться вот от этих всех вывозок инвокера, от вывозок Свена, которые немножко с хитрецой подходят к этой игре. Ну, знаешь, мне кажется, такой хитрецой и недостаточно все-таки. Слишком заходы, знаешь, ну совсем не Alliance и не прочие ребята, которые, ну, поднаторели в этом самом вот сплитпуше и крысиной доте. А это такое, пока что такое себе. Ну и тем временем, кстати, с линзой бегает Elder Titan, достаточно далеко у него летит и Бразда на счет этого, достаточно далеко у него и Спирит может улетать. И в итоге неплохой, кстати, Клап, он, конечно, дает Вайпера, но жалко, что никто... Никакой Тавр в это время, скажем так, его не бьет. В те времена, кстати, Леон и Инфестбомба готовы, опять есть Свен и опять он в позиции, кстати, для Подфидона тактического, но уже Леон заходит сзади. Да, если сейчас Свен умрет, будет... ГГВП. Это будет ГГВП последний год. Будет не очень приятно, как минимум. Ну, здесь снова же есть у него шанс спастись, может он просто сейчас уйти на Т-пауте, буквально 3 секунды до Бутсов Тревел, стягивается туда и в итоге он приходит прямо на Леона. Есть по нему та самая Инфестбомба, вгрызается на Икс, но урона пока что недостаточно много. Опин воды на развороте, Свен пытается что-то сделать, но, правда, из Стана не выходит, Абисса Ублэйд и минус Свен. 104 секунды без него. Погиб он опять на том же месте, от той же ошибки, кстати, Клаквер погиб от Санстрайка Инвокера, неплохая игра, конечно, от Инвокера, но игру уже эту не выиграть. Слишком сейчас Свен за Федонима уверена, в итоге должны сейчас убивать еще нескольких героев и просто идти под Бедуайну. Готовится опять Инфестбомба, прыгают, сбивают Хекс Инвокеру, Инвокер получает Дум, но, правда, отличный коап идет от Элдер Тайтона, неплохой ультимейт, сразу по двоим. Сильно он должен замедлять всех, Вич Доктор с Хайграунда начинает настреливать, сильно настреливает по Леону. Леон очень битый и в итоге по нему еще грызет, кстати, его здесь и Форжик, но в итоге он погибает. Тем временем нападение уже идет на Вич Доктор, Вич Доктор здесь вряд ли, конечно, уйдет от этих двух героев, еще и Найкс на развороте, но, правда, Каски начинает летать. Нету пока что Рейджа у этого, как его, у Найкса, ну и, правда, все равно из Стана выходит Дум и начинает гнаться дальше за Вич Доктором. Вич Доктор очень много урона получает, дали по нему горящий ножик, но Торнадо, Торнадо защищает и спасает его. Надо же прожимать телепорт, ну уже уходи, Каски, ну и уходи же, ты как-нибудь на ТП-Ауте или что-то в этом роде хилиться, ТП-Аут кастует, Дум может не заметить и, похоже, да, уходит отсюда все-таки Вич Доктор. Господи, да, вот так вот удача повернулась к Вич Доктору лицом. Ну, здесь, конечно, зацарил инвокер и врать не буду, Каски там летали божественные, еще решила то, что не было Рейджа у Лайфстиллера, но побег, конечно, был действительно впечатляющий. Да, хоть такие моменты они не особо решают, но все равно красиво понаблюдать, как вот ребята отыгрывают такие вот мелочи даже в Доте. Вроде бы казалось незначительно, но отдает этому Вич Доктору, он через 30 секунд будет живым, а тут инвокер, можно сказать, даже рискует собой. С собой, мне все равно помогает этому Вич Доктору, дает торнадо и Вич Доктор тоже неплохует и просто делает ТП-Аут, зажав все в кулак. Ну да, там, конечно, Вич Доктор Буа, пара тех самых стальных джентльменов, ладно, скажем так, и они, конечно же, ему здесь явно сильно помогли. Ну и, правда, успел за все это время арестнуться Свен, и опять он идет в позицию для Фида, но в этот раз он должен быть, конечно, обезопасен, потому что противники идут на последнюю сторону, стоящие здесь ТР-2 еще, и, думаю, они будут, конечно же, заходить дальше на хайграунт и делать мега-крипов. Свен, Свен, тем временем, быть может, выполнить себе байбек, давайте-ка посмотрим на состояние, есть байбеки у многих героев, на самом деле, нету у саппортов игроков команды Сил Света, нету байбека у Вайпера и у Свена с инвокера, ну вот как-то очень интересно, у Свена с инвокера нету байбека. У самых ключевых игроков нету байбеков. И, кстати, вот сейчас как-то идет заход на третью сторону, Непок, кстати, они довольно быстро сносят ее, но противники должны сносить быстрее, хотя Элдер Тайтон всеми путями, особенно Клапом, пытается здесь что-то сделать, прыгает у него здесь Клакверк, но и Клакверка от Клакверка знает, как сбегать Элдер Тайтон. Тем временем, кстати, идет сразу заход на размен стороны, на размен Энсинтами, и успевают они недостаточно быстро снести. Подходит сюда Дум, будет пытаться что-нибудь сделать, Свен прожимает БКБ вовремя до Дума, и начинает спушивать в это время Энсинт, господи, что же они делают? В это время даже к Энсинту не подходит, нифига себе, здесь идет драка. Энсинт, 600 хитпоинтов, 500 хитпоинтов, выглядет даже Вич Доктор, но погибает при этом Свен, Свен делает байбек, и падает Энсинт, господи, отличная игра от команды Сил Света, а я просто не могу поверить. Это нужно суметь так сыграть. Те самые вот стальные джентльмены, я думаю, им помогли. Отличная игра от этой команды, просто замечательная. Всю игру проигрывать и выиграть за последние минуты. Да, вот так, ну, взяли просто и пошли. Сказали, наверное, эх, а давай попробуем, попробуем просто сломать им главную. Пошли, оуэн, и выиграли! Невероятная игра, прям 11 из 10, о господи, 11 из 10. Ну что ж. Да. Прямо эти вот парни, которые без байбека шли ломать фонтан и сломали. Это что-то невероятное, это что-то невероятное, молодцы. Да, кстати, похоже на те самые, знаешь, былиные заходы в старые доти на фонтан, но это уже другая история, расскажем ее в другой раз. До новых встреч! С вами были Байдрандер и Вадим Нунэйм Арефьев. Всем удачи, да?